Продолжение следует... 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 это снова и снова на нашем новом фестимале. Кто у нас самый-самый художник полезный пейзаж? Дети частые гости музея. Во время учебного года школьников периодически приводят сюда учителя. Однако музейные работники уверены, посещение выставок совместно с родителями оставляют у ребят теплые воспоминания на всю жизнь. Для нас очень важно, чтобы именно родители, бабушки и дедушки в том числе, приходили с детьми в музей. Ничто, мне кажется, так не укрепляет семейные отношения, когда есть о чем поговорить, что вспомнить, где мы были, какие картины, а что там в этих картинах. В постоянной экспозиции музея представлены уникальные полотна голландских, фламандских и французских художников 17-19 веков, а также собрания дореволюционного русского искусства. Много работ мастеров пейзажного жанра – Айвазовского, Куинджи, Шишкина, Левитана, Коровина. Созерцание живописных картин прививает детям эстетический вкус, развивает фантазию. Мне нравится, что здесь нарисовано море, и рядом с морем сидит девушка, которая на него смотрит. Это выглядит как будто, что это настоящий голос, настоящая река, деревня, настоящий камень, настоящий как будто. Больше всего понравилась вообще рамка этой картины. Она связана со стреконами, как бы, моя любимая тема. Семья Жуковых приехала в Севастополь из города Сергия в Посад. Они – большие поклонники живописного искусства. Где бы ни путешествовали, стараются посетить художественный музей. И дочка, и сын – все мы любим ходить по музеям. Нам нравится ходить именно по музеям, когда народу мало, потому что можно спокойно посмотреть картины. В этом году музею имени Крашицкого исполняется 90 лет. Здесь собрана одна из лучших художественных коллекций в Крыму. До конца лета экспозиции открыты для посещения ежедневно, кроме вторника, с 11 до 18 часов. Евгения Переплеснина, Павел Булгаков, информационный канал «Севастополь». Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует...